Рад вас видеть на третьем уроке. Сегодня мы разберем, как усилить технику трех касаний для роста продаж и выйти на 1 плюс миллион рублей в месяц, если у вас есть такая цель и задача. В предыдущих двух уроках, в первом мы рассмотрели модели продаж через технику трех касаний, во втором уроке мы рассмотрели план действий, как выйти на свои первые заработки в продаже услуг, курсов, обучения, либо наставничества. И сегодня мы разберем, как усилить данную технику с помощью каких механик выйти на 1 плюс миллион рублей в месяц и как стабильно получать продажи и как делегировать своей команде определенные свои действия. В итоге вы получите полноценную систему и понимание различных фишек, которые будут приводить стабильно продажи в вашем проекте. На самом деле существует много незаметных мелких нюансов, которые напрямую реально влияют на ваши продажи, но очень много людей не обращают на это и вообще не акцентируют внимания на это. Но как раз таки часто эти мелочи имеют фатальные последствия и могут максимально быстро уничтожить ваш проект и ваши продажи будут в районе нуля. Вот эти мелочи мы в этом видео и будем разобирать. С помощью этих мелочей мы будем усиливать наши продажи. И начнем мы с важных деталей именно в контенте. Мы с вами уже понимаем, что в нашей стратегии продвижения продаж, в каждой из схем модели продаж существует взаимодействие через контент с человеком. Первое, что я часто использую, это принцип переплетения контента в блоге. И все, о чем я говорю, сегодня мы будем с вами разбирать на примерах, что же такое принцип переплетения контента в блоге. По определенной схеме создается контент в блоге, вы его сюда выкладываете. И в каждом посте у меня есть отсылочка на предыдущий пост. Здесь есть отсылочка на предыдущий пост, я сюда нажимаю и в принципе я перехожу на этот пост. Дальше, если полистать выше, например, у меня есть здесь тоже какие-то определенные посты. Если я нажимаю вот сюда, я попадаю на другой какой-то пост, который тоже может выступать прогревающим постом. Таким образом, когда приходит аудитория в ваш блог, она попадает на какой-то пост, начинает его читать, прогревается через этот пост. Если его заинтересовало, что я говорю в следующем посте, он нажимает сюда, прогревается, нажимает сюда и переходит, читает следующий пост. Таким образом мы создаем паутину, прогревающую паутину постов в блоге. И на каждый третий, четвертый или пятый пост у меня идет призыв либо написать мне в личку, либо заполнить анкету. В общем, на получение заявки с этого клиента. Если человек, читая мои посты, он переходит из него в другой пост, прогрелся уже достаточно, то в принципе я с него через какой-то пост начинаю получать заявку. Такая схема реально на автомате помогает прогревать гораздо больше аудитории и повышает продажи по статистике где-то на 200-300% уже со старта блога. То есть мы брали нулевые блоги, заводили туда контент и начинали заливать трафик. Есть блоги, где не было переплетения контента, есть блоги, где было переплетение контента. Результат отличается в разы со старта. Вторая важная фишка и деталь в контенте. Мы продаем через контент в блоге свою методологию, а не напрямую ваши товары, услуги, либо какое-либо наставничье. Такая схема называется нативной продажей и она не раздражает аудиторию. Такая механика позволяет получить минимальную отписку из блога и получить максимально лояльную аудиторию. Таким образом ваш блог превращается в большую базу, потенциальную базу клиентов, с помощью которой мы уже можем дальше работать. И самое что интересное, при такой схеме работы через контент вам не нужно постоянно много новой аудитории заливать в блог. Давайте вернемся в блог и я расскажу про мою методологию. Как пример, я в своем блоге рассказываю про эксперт на запуске продаж. Но в каждом своем посте я не говорю, что приходите ко мне на мои платные услуги, я даю максимально полезный контент. Почему мою модель продаж эксперты хотят внедрить себе, я расписываю различные преимущества. Здесь я через контент рассказываю, как я благодарен за то, что у меня есть вы подписчики и что вы мне даете. Здесь я немного рассказываю, чем я хочу усилить свой продукт, для того, чтобы дать больше полезности и прикладываю различные примеры и отзывы. Вот от ребят, которые уже поработали со мной, либо были на консультации. Практически в каждом из этих постов я рассказываю про ту методологию, которую мы внедряем в проекты. И эта методология, она помогает получать результаты и помогает исправить какую-то проблему целевой аудитории. Транслировать свою методологию продаж помогает вот такой некий план модели прогрева перед запуском продаж. Здесь есть идея, которую мы транслируем, как можно эту идею усилить. И есть определенные примеры постов, но опять же, это ссылочки идут на мои посты. И вот такой вот план мы внедряем в проекты, и это помогает вырастить продажи через контент. Третья очень важная фишка, обязательно нужно транслировать свои ценности в блоге. И так мы работаем напрямую с доверием вашей потенциальной целевой аудитории. Смотрите, главная фишка трансляции ценностей, я, кстати, рассказывал в интенсиве через пирамиду делся, как это правильно делать. Если вы не посмотрели, обязательно посмотрите этот видос. Если ваши ценности совпадают с ценностями вашей аудитории, то шанс на продажу ваших товаров или услуг вырастает очень сильно в разы. Особенно эта модель подходит для продажи на высокий и средний чек, например, наставников, либо экспертов в своих нишах. Если, например, вы являетесь мамой, вашей ценностью в жизни, например, являются дети, то вы можете рассказать, что вы, например, обожаете, максимально обожаете своих детей и максимально их уважаете и даете им свободу. Но вы стараетесь постоянно, например, направлять детишек по жизни, чтобы они шли правильно. Вы транслируете в контенте свою ценность и дальше в этом посте вы говорите, что, например, все то же самое вы и делаете в своей работе, когда вы работаете со своими потенциальными клиентами. Вы не выступаете, как злая мамка со скалкой и бьете своих клиентов, вот ты делаешь неправильно, а я как психолог знаю, как правильно. Вы даете право выбора человеку, чтобы он это понял сам, и вы просто стараетесь его направлять. Вот что такое трансляция ценностей в своем контенте и нативная продажа себя, как эксперта в своей нише этой аудитории. Если вы совпадаете с человеком в ваших ценностях, вот здесь у вас идет коннект, тогда уровень доверия гораздо выше к вам, как к специалисту и обязательно придут к вам. Теперь разберем несколько важных деталей, на которые не обращают люди именно в рекламе, которые напрямую влияют на ваши продажи. Во всей вашей рекламе должен быть четкий прямой посыл в вашей аудитории, это основная ошибка при настройке рекламы. Часто бывает так, что посыл не соответствует тому, что люди видят в рекламе и в вашей посадочной странице, например в блоге, на сайте или еще где-либо. Либо вы настраиваете рекламу и внутри этой рекламы вы закладываете не совсем правильно нужную информацию. Так вы можете вообще потерять все 100% продаж, вы можете получить максимально дорогого подписчика, либо вообще их не получить. И таким образом вы не получите подписчиков бота абсолютно никак. При этом вы еще и тратите деньги на рекламу, вы остаетесь в минусе. И давайте разберем на примерах, что же такое четкий посыл в рекламе. Это когда в самом заголовке и в самом тексте объявления я сразу же направляю предложение на свою целевую аудиторию. Я не говорю там, что всем подряд нужно прийти ко мне и забрать какую-то воронку. Я говорю, что эксперту нужно прийти и забрать эту воронку, которая приведет к 200 тысячам рублей. То же самое я описываю примерно в тексте, что это будет бесплатный пошаговый план воронки продаж для экспертов. Четкий прямой посыл в мою аудиторию, в ее боль, для чего нужно кликнуть по этой рекламе и каким образом, где я могу это забрать. То же самое давайте перейдем. Телеграм реклама внутри ВК, да, вот он, пожалуйста. Я рассказываю про разбор стратегии продаж для экспертов и что я отдаю пошаговую воронку для экспертов. То же самое. Никаких портянок текста, все очень коротко и понятно. Такая реклама дает максимально эффективный результат. Перейдем в Телеграм АДС, да, и посмотрите. Вот, пожалуйста, тоже короткий посыл в мою целевую аудиторию. Я рассказываю, что есть разбор стратегии, как получить 1 700 000 рублей в месяц на продажу слуг, обучение, либо курсов. Вот, пожалуйста, я четко направляю свое предложение в мою целевую аудиторию. Таким образом, я не получаю огромное количество просмотров и охватов в этой рекламе, но я четко бью только по целевой аудитории, только за счет посылов в рекламе и получая более теплого и целевого клиента, который, возможно, заинтересован уже в данный момент, сейчас, в том, что ему нужно и в том, что он может получить от меня. Дальше уже человек идет на посадочные мои страницы и забирает то, о чем я говорил в этой рекламе. И как раз то, о чем я говорил в этой рекламе, это решает его проблему, либо ту задачу, с которой он столкнулся. Второй очень важный момент в рекламе. Вам нужно использовать рекламные источники с оптимизацией по конкретным действиям. Настройки, которые используются, должны оптимизироваться за счет алгоритмов на автомате, чтобы вы руками туда не лезли. Если такой возможности нет, автоматизировать вот эту настройку, то здесь нужно работать вручную с помощью определенных сервисов. С помощью этих сервисов находить сгусток, сегмент нашей целевой аудитории и показывать рекламу на нее. Так, ну давайте перейдем. Вот, например, в Яндексе я крайне рекомендую настраивать рекламу, чтобы человек, который кликал по рекламе, переходил на посадочную страницу. И сама система запоминала именно тех, кто кликает по кнопке на посадочной странице. И искала именно только эту аудиторию. И самая фишка в том, что вы и будете оплачивать только тех, кто попал в вашего бота, а не всех подряд, кто кликнул по рекламе. Таким образом, такая реклама, она достаточно эффективно работает. И очень хорошо алгоритмы находят нужную целевую аудиторию. И вы оплачиваете только уже готового практически клиента в вашу воронку. То же самое можно реализовать и в рекламе ВКонтакте. Здесь я использую оптимизацию по целевому действию. Это нажатие на кнопку также на посадочной странице. Давайте я вам покажу, как выглядит эта страничка, этот мини-лендинг. И настройка оптимизации происходит вот на эту кнопку. В ВКонтакте тоже самое идет. Настройка на эту кнопку. И ВКонтакте сама система начинает искать людей. Именно те, кто попадет в нашу воронку. Если мы используем, например, Telegram ADS, то здесь вы вручную ищите прямых конкурентов. Каналы прямых конкурентов. Добавляете их вот сюда, в эту настройку. И настраиваете рекламу по ним. Очень важный нюанс, на который многие не обращают внимания. Вы показываете рекламу именно в каналах прямых конкурентов. Для того, чтобы реклама максимально эффективно распространялась. Все то же самое, ребята, можно реализовать и в Instagram, Facebook на зарубежку. Показывать рекламу и также с оптимизацией получать очень много хороших целевых клиентов. Ну и третья важная фишечка. Если нету возможности собирать вот прям самому вручную, либо использовать автоматизацию. Есть различные сервисы, которые помогают собрать эту аудиторию. Например, в том же ВКонтакте есть сервис Target Hunter. Вы парсите через этот сервис аудиторию ваших прямых конкурентов. Закладываете эту аудиторию внутри рекламного кабинета. Например, вы собрали там всех участников прямых конкурентов, которые за последние два месяца сделали там пять активностей в этих блогах. Это самая теплая, самая жирная, самая топовая аудитория у ваших конкурентов, которые уже готовы покупать. Только нужно немножечко сделать что-то интереснее, какое-нибудь предложение, например, для них там более дешевое. Или, например, больше заинтересовать, больше их прогреть. Вы только на эту аудиторию показываете рекламу и можно получить огромное количество уже продаж, хороших продаж, забрав этих клиентов у ваших конкурентов. Таким образом, в рекламе, используя именно эти фишки, мы получаем готового теплого целевого клиента и другие рекламные настройки нам, в принципе, вообще не нужны. Также можно использовать, например, ВКонтакте, это настройку рекламы по ключевым запросам. Можно показывать рекламу по аудитории, которая искала, например, вот такие вот запросы в интернете. Все то же самое можно показывать в рекламе и в Яндексе, например, когда люди по вашей тематике искали какие-то запросы, и реклама четко начинает по ним показываться. В итоге, внедрив такие маленькие корректировки, вы удивитесь, как это реально повышает результативность вашей работы и ваш проект может вырасти в продажах реально в разы. Таким образом, остается один важный фактор на пути к вашему первому миллиону. Нужно смасштабировать свой проект. Масштабирование бывает разное. Вы можете при рабочей системе увеличивать деньги в трафик, получая больше аудитории, соответственно, продавая им через контент, через боты, через правильные посылы в рекламе, вы за счет увеличения объема трафика начинаете увеличивать свои продажи. Только на этом этапе можно начать заниматься сбором команды, когда у вас есть реальная четкая система, приносящая стабильно клиентов и заявки. Запомните, пожалуйста, делегировать можно только системные процессы. Если нет системности, то и делегировать нечего. Вы даже не сможете рассказать конкретно, что вам нужно от этого человека. Если вы будете надеяться, что этот человек должен типа сам это как-то сделать, то, скорее всего, результат будет плохой, либо около нулевой. Здесь, на этом этапе, можно в первую очередь найти себе ассистента, делегировать ему какие-то переписки с потенциальными клиентами, которые закроют текущую вашу вот эту техническую, так называемую, работу. Также можно после ассистента найти себе парочку диагностов. Давайте перейдем к схеме, как можно эффективно делегировать работу диагностам. Вы выстраиваете свою систему условно автоворонки или ту модель продаж, которую мы с вами разобрали. Проводите все диагностики сначала сами, минимум, допустим, там 50 штук. Замеряйте каждую конверсию на каждом из этих этапов. И самое главное, что если вы продаете через созвоны, конверсия должна быть у вас 20-25%. Далее вы делегируете схему диагносту, чтобы проект не стал убыточным. Менеджер по статистике примерно в 2-3, может быть, в 4 раза хуже продает, чем вы. По этому вы делегируете всего 20-30% от всех количеств диагностик в вашем проекте. Все остальные диагностики вы делаете дальше сами. Таким образом, вы отрабатываете схему на диагностике. Если у него конверсия в продажу неплохая, то можете делегировать там еще 20-30%, а потом уже все остальные диагностики. Если вам диагност не подходит, вы просто берете в работу следующего диагноста. И таким образом, вы можете очень быстро смасштабироваться до 1 миллиона плюс в месяц. Если на этом этапе вас заинтересовала эта схема внедрения этих техник касаний, и то, что я делаю в проектах с ребятами, если вам это все нужно, вы хотите начать пробовать делать какие-то продажи своих услуг, консультаций, курсов, либо наставничества на высокий чек, то обязательно переходите по ссылочке и пишите мне плюс. Мы с вами разберем ваш проект, проведем фикс-сессию, если это нужно, и разберем все детально, как в вашем случае лучше сортовать. Пишите плюс, переходите по ссылочке, я буду ждать вас там. Надеюсь на плодотворное, хорошее сотрудничество, обязательно переходите, пишите мне в личку. Пока!